Все отлично, начинаем! Значит, сегодня мои коллеги, которые, собственно, планируют прямые эфиры и ведут инстаграм, обозначили тему как золотые правила подкормки хвойных. И я, конечно, подумал, что это, на самом деле, очень... С одной стороны, широкая тема, с другой стороны, очень узкая, потому что хвойные, на самом деле, очень такие своеобразные растения, в отличие от лиственных или травянистых многолетников, или от той же рассады, они очень, скажем так, медленно реагируют на изменение ситуации. То есть, если вы забыли полить хвойные растения, оно скажет, ну, хорошо, ладно, я еще поживу. Если вы не покормили его, ну, оно скажет, ну, ладно, окей, буду питаться тем, что есть. И вы долго можете не видеть никакой реакции со стороны растения на изменение ситуации. Поэтому, если мы говорим только о подкормках, то это, опять же, регулярность и своевременность. Но сегодня я нахожусь в нашем садовом центре на Ленинградском шоссе. Это город Солнечногорск, садовый центр Дарвин. Сзади меня, видите, я приготовил немножко хвойных ништяков, про которые расскажу. В покупательской тележке у меня, собственно, тоже есть немножко маленьких растений, естественно, удобрения и подкормки, и химия, с помощью которой нужно обрабатывать. Но расширим тему. И сегодня я вам расскажу про несколько интересных сортов, которые в этом году у нас есть. покажу, ну, может быть, уже традиционные какие-то растения, которые вы, наверное, уже имеете у себя на участке, или, наверное, видели где-то в интернете. Давайте начнем по порядку. С места, где сажать хвойные растения. Многие считают, что, ну, как бы, елка, сосна, они растут в лесу, им прекрасно, и, в принципе, солнечного света им и не нужно. На самом деле это не так. Практически 90% хвойных растений, я уж не говорю про какие-то варегатные формы, пестролистные, да, если можно так сказать, потому что хвоя это все-таки видоизмененная листва, желтые формы, белые формы, они обязательно требуют солнца. Практически все хвойные, практически все очень любят солнечный свет. Поэтому при выборе места посадки обязательно учитывайте, что все хвойные любят свет. И если вы зайдете в лес, то вы, конечно, да, увидите там елочки, но эти елки будут худенькими, потому что они растут под покровом леса, и им не хватает света. А если в какое-нибудь поле выйдете, где, допустим, посажены сосны, там самосев или, может быть, лесники возобновляют участки леса, то вы видите, что там сосны или те же елки, они жирные, они мощные. И даже несмотря на то, что они растут без подкормок, без каких-то удобрений, они выглядят очень хорошо. Это потому, что у них достаточно солнечного света. Есть несколько видов растений, которые, в принципе, неплохо себя чувствуют в полутени или даже в тени. Я назову два. Это цуга. Есть несколько, ну, довольно много на самом деле сортов. Есть и небольшие формы, и карликовые цуга, псевдо-цуга. Вот они прекрасно растут даже в тени. Хвоя у цуги, она такая, немножко даже больше похожа на пихту. Она скорее как такие прямоугольные листочки маленькие. И второй вид растений – это микробиота. Микробиота – это кустарник. Как правило, она имеет распростертый вид. Она скорее более горизонтальная. И она тоже прекрасно растет и в тени, и в полутени. А все остальное – лиственницы, ели, сосны, особенно голубые елки – они, конечно, требуют обязательно большого количества солнечного света. Поэтому, когда вы сажаете свое растение, обязательно учитывайте это. И, друзья, конечно, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их либо сейчас, либо после просмотра. Пишите комментарии, постараемся на все ответить. Следующий момент, на который нужно учитывать при посадке, это, собственно, грунт, в который мы сажаем. Все хвойные любят либо кислую почву, либо близкую к такой вот кислой. И если вы будете сажать даже в чистый торф или в субстрат на основе торфа, допустим, вот как грунт для хвойных растений, он имеет pH порядка 5, и для хвойных растений это то, что нужно. Подскажите, как ухаживать за Андромедой? Ну, в принципе, уход такой же, как и за рододендронами, за азалиями. То есть, своевременное укрытие на зиму, полив весной обязательно, прикорневую часть, как и у всех рододендронов, азалий, и, в принципе, у молодых хвойных, можно присыпать либо субстратом сухим на зиму, либо кислым торфом. И, собственно, и всё. Итак, по хвойным растениям. Значит, когда вы сажаете, обязательно используйте специальный субстрат, ну и, конечно, учитывайте, что растение будет расти, и ему нужно обязательно питание. Если мы говорим именно о питании, то, конечно, все удобрения и комплексные, и моноудобрения, они имеют азот, фосфор, калий, но для хвойных растений очень важны микроэлементы. Это железо, это бор, это марганец, магний, и недостаток этих микроэлементов может вызывать в растении пожелтение хвои. То есть, если вы видите, что ваше растение хвойное начинает желтеть, то первое, что нужно сделать, это, наверное, проверить, может быть, оно просто засыхает, а второе, это взять какое-нибудь микроудобрение, да, допустим, есть вот такое удобрение, содержащее железо в легко усваиваемой форме, удобрение, которое легко усваивается хвойными, и можно обработать ваше растение по кроне, да, эти удобрения, они вносятся именно по кроне, а в качестве подкормок, то, конечно, можно использовать и водное удобрение, водорастворимое, либо использовать уже жидкое удобрение. Как правило, все удобрения для хвойных, они содержат большее количество железа, марганца, для того, чтобы интенсивность окраски хвои была более насыщенной. Так что берите просто комплексное удобрение и подкармливайте ваше растение. Но обязательно нужно учитывать, что растение должно быть хорошо полито, и, конечно, после того, как вы уже внесли удобрение, обязательно, если это жидкое, то, понятно, оно уйдет вместе с поливом, если это какое-нибудь гранулированное удобрение, то, конечно, его нужно заделать в почву. Я, если честно, не думаю, что вот сейчас в, так сказать, существующем садово-огородном мире нужно использовать какие-то моноудобрения именно для подкормки хвойных. Потому что действительно специализированные удобрения, они содержат не только азот, фосфор, калий, но и микроэлементы. И лучше, конечно, использовать именно их. И на самом деле огромное количество производителей, которые делают удобрения, но все-таки не ведитесь на какую-то дикую рекламу в интернете, потому что очень часто вот эти удобрения, они являются либо пустышками, либо, ну, ничем не подкрепленными. И, ну, реально, это какое-то неизвестное удобрение. Лучше, конечно, пользоваться проверенными брендами. Ну, вот наша компания уже больше 20 лет выпускает удобрения. И, ну, как бы, все еще работает. И работает достаточно неплохо. Что хотелось бы сказать про период подкормок. Да, естественно, хвойные растения просыпаются, немножко могут просыпаться, немножко позже, чем лиственные растения. И во многих, во многих садах, во многих, на многих участках, и даже вот возвращаясь с работы домой, я, проходя по лесу, вижу, что только-только начинают просыпаться почки, а листва уже, ну, практически везде распустилась. И, ну, несмотря на это, подкармливать хвойные растения нужно обязательно практически в тот момент, когда сошел снег. Пока почва максимально насыщена водой. И вносите удобрения, вносите комплексные удобрения. Был вопрос на кислых почвах, нужно ли уменьшать количество удобрений. Да, на кислых почвах удобрения могут работать немножко по-другому. И, ну, как правило, это моноудобрения, они работают, могут вот из-за кислотности работать по-разному. Но на самом деле для, скорее, удобрения, допустим, хлористый калий, он может повышать кислотность почвы. То есть удобрениями вы можете изменить концентрацию, да, повысить или понизить кислотность. А если у вас, как бы, уже кислая почва, то на самом деле для растений это только хорошо. И, собственно, мы и в питомниках своих, и в садовых центрах поливаем именно подкисленной водой, чтобы растения чувствовали себя более комфортно. И когда кислотность раствора, да, порядка 5, 5,5, 5,6, 5,7, в этой вот дельте растения начинают усваивать удобрения гораздо более эффективно. То есть лучше всего придерживайтесь рекомендации той, которую дал продавец. Есть, конечно, вот эта вот градация на упаковке 200, 220, 250 грамм. Вот так вот. Но на самом деле вы можете брать среднее значение, опять же, от этого. И самое главное правило, если мы говорим про удобрение, то лучше не докормить, чем перекормить. Поэтому, если вы опасаетесь, что у вас там, допустим, кислая почва очень, и растение может чувствовать себя не очень хорошо, снизьте дозу удобрения. Для растения это будет только лучше. И, конечно же, если говорить вот именно о первоначальных подкормках, лучше использовать удобрения, которые имеют пролонгированное действие. Недавно, кстати, в интернете увидел баночки с... Несколько раз я говорил уже про это удобрение Осмокот. Расфасованные баночки, которые, ну вот, через интернет продаются. Но Осмокот, опять же, он... Это отличное удобрение. Это великолепное удобрение. Это профессиональное удобрение. Но оно не сертифицировано в России. Поэтому, ну, не знаю, покупая вот такие вот самопальные баночки, что вы там получите, как вы получите. А удобрение, конечно, супер. Из вот таких вот удобрений пролонгированного действия я могу, ну, наверное, рассказать... Это, конечно, не наш продукт. Это бренд Компа. Удобрение пролонгированного действия для хвойных. И это удобрение достаточно хорошо работает и отдает свое вот это вот питание отдает в течение двух-трех месяцев. Что скажете про удобрение зеленая игла? Ну, я не знаю. Я же не могу рекламировать. Все-таки мы находимся на канале Фаска. Ничего плохого сказать не могу. Удобрение вполне хорошее. Как бы поставщик и производитель достаточно надежный. И в принципе в наших садовых центрах оно тоже продается. По-моему, даже удобрение, которое называется от пожелтения хвои. То есть, оно содержит повышенное содержание именно микроэлементов. Возвращаясь к периоду внесения удобрений. То есть, первоначально, конечно, мы вносим удобрения рано весной. И по большому счету это все. особенно для каких-то уже крупных растений, если это взрослое растение, порядка 10-15 лет, то на самом деле единовременное такое внесение, особенно долгоиграющего, пролонгированного удобрения, оно обеспечивает растение питанием на весь сезон. Но для молодых растений, для юных, конечно, нужны обязательно подкормки и в течение сезона. И очень важно подготовить хвойные растения к зиме. Потому что очень часто мы забываем про это и вспоминаем о том, что надо было подкормить тую или лиственницу только где-нибудь в октябре или в ноябре. И судорожно кидаем что у нас есть под корень, как-то заделываем это. Но естественно это не является подкормкой и подготовкой к зиме. К зиме нужно готовиться летом, то есть это август, сентябрь месяц, когда растение накапливает достаточное количество фосфора, калия, для того, чтобы подготовиться, подготовить и корневую систему, заложить там какие-нибудь сахара для того, чтобы питаться уже либо рано весной, либо поздней осенью. И, естественно, в надземной части все тоже, вот этот вот питательный баланс для растения, он готовится, конечно, в начале осени, поэтому не забывайте про это. А для стимуляции растения, потому что очень часто хвойные страдают от каких-то таких вот факторов, как яркое солнце, ожоги, и очень часто, вот, допустим, ели, типа, ели канадской иконика, и там огромное количество Daisy White, Rainbow End, Sanders Blue, вот этот сорт, посмотрите, это достаточно новый сорт, называется Sun on the Sky, солнышко на небе, и действительно, вот, сейчас на небе солнца нету, посмотрите, как он сверкает, я скажу так, хотя, на самом деле, куча вот этих вот сортов, они очень похожи между собой, и Daisy White, та же самая, ну, будет, наверное, чуть-чуть побелее, все-таки, но сорт очень красивый, и потом хвоя у нее становится голубоватой, то есть, о чем я вообще говорил-то, я перескочил на описание сорта, сейчас я вернусь к описанию сорта, но я же говорил про стимуляцию, и вот коники, да, они очень часто горят, коника, можжевельник, Blue Alps чешуйчатый, Stricta, вот эти растения тоже, они хорошо чувствуют себя на, в таком, ну, полутени, поэтому, когда растение обгорело, на самом деле, на самом деле, у нее, у елок очень много спящих почек, и они восстанавливаются очень хорошо, немножко попозже я расскажу про формировку, формировка хвойных, это тоже очень интересное и занимательное занятие, вот, и для того, чтобы растение проснулось, для того, чтобы оно начало расти, конечно, нужно использовать стимуляторы, отличными антистрессами, ну, традиционными, которые все знают и используют, ну, наверное, всегда и везде, абсолютно для всех растений, начиная от рассады однолетников и кончая соснами, это эпиноциркон, это особенно после обработки какой-то химии, особенно такой жесткой химии, обязательно, обязательно используйте эти препараты, потихонечку подтягиваются сотрудники, ничего, да, отлично, и два препарата, которые тоже я могу порекомендовать, это HB-101, японский препарат, который стоит, ну, достаточно дорого, это препарат из пихты, это вытяжка из пихты, и наш препарат, который продается только в наших садовых центрах, это витоника, это тоже вытяжка из пихты, то есть действия у них одинаковые, а стоит он, ну, скажу честно, гораздо дешевле. Препараты отличные, и использовать их можно абсолютно на всех растениях, и, ну, конечно же, и на рассаде, и на хвойных, у меня есть один знакомый ландшафтник, мы учились вместе с ним в одном, в одной группе в академии, и он пересаживая, ну, такой крупный ландшафтник, он пересаживает и там и пяти, и семиметровые сосны, и он каждую сосну обрабатывает вот препаратом HB-101, ну, надо ему посоветовать наш препарат тоже, может быть, он сэкономит. А так, действия, конечно, в качестве антистресса, в качестве профилактики заболеваний, ну, выше всяких похвал. Да, про стрижку расскажите. Да, чуть-чуть, чуть-чуть попозже, сейчас перейдем к этому. И, если говорить про болезни, про болезни хвойных, на самом деле растения болеют, ну, не так часто, но заболевания есть, и я бы рекомендовал, ну, как минимум, раз в сезон, где-нибудь, вот, сейчас, как раз, в майские дни обработать от грибных заболеваний. И, если вы видите, какие-то пожелтения, побурения, порозовения хвои, то, конечно, это, скорее всего, это какое-то грибное заболевание, какой-то гриб, и обработать можно, ну, абсолютно любым, в принципе, препаратом, но в качестве рекомендации могу сказать, вот, что хом прекрасно, прекрасно работает. Поражаются ли хвойные растения насекомыми вредителями? Да. У меня было два случая, просто призанятнейших. Значит, это бывает крайне редко, и, ну, вот, вживую, если бы я сам не видел, я бы, наверное, не поверил. У меня на даче росло несколько сосен. Сосны горные, там, какой-то муга или мопс, ну, что-то такое. Но они достаточно крупные, уже где-то порядка метр-метр двадцати, и как-то я приезжаю на дачу, и вижу, что у меня вот эти вот сосны, красивые, пушистые, у меня, вот как у пуделей, остались вот такие вот только кончики. Вот то, что вот молодое выросло в этом году, оно еще что-то там живое, там какие-то хвоинки есть, а вся остальная часть облеплена гусеницами. я увидел это, я просто обалдел, что, как это, они жрут хвою, она же ведь со смолой, она как-то вот фитонциды, вот это все, насекомые не должны это есть, нет, жрут, жрали просто с таким удовольствием, аж треск стоял. Ну, это, на самом деле, с этим бороться очень легко. А второй случай приехали у нас, по-моему, это была пихта из одного питомника, и это большая пихта, я, ну, что-то так думаю, открою, посмотрю, что вообще, как состояние растений, открываю, а там весь ствол в таких вот черных, ну, наверное, миллиметров по 5-7, такие круглые насекомые, я опять же, ну, что это такое, полез в интернет, смотрю, так, ну, есть действительно тля, на хвойных растениях тоже есть тля, она жирная, она здоровая, но, как и гусеницы, это все убивается элементарно, абсолютно любым химическим препаратом, инсектицидом, пройдите один раз, все убьется моментально, пожалуйста, интавир работает, стоит 3 копейки, работает на рубль, вот, так что, вот, с точки зрения борьбы с вредителями хвойных растений, ну, тут практически никаких сложностей нет, единственная вещь, которая поражает, ну, уже последние, ну, мне кажется, вот последние годы как-то поменьше стало, вспомните, допустим, 2010 год, да, когда в Москве сначала была, была зима с ледяным дождем, растения пострадали, потом было очень жаркое лето, очень много было вредителей, они несколько раз успели размножиться, и один из страшнейших вредителей, это, конечно, типограф или караед, который, конечно, повреждает, но в основном это ели, и, как правило, он садится на растения, которые либо только были пересажены, либо которые ослаблены, вот как раз после вот этих вот сначала зимы, а потом лета, и он несколько раз размножился, обычно он летит вот в начале мая, лед, и если вы обработаете свое растение каким-нибудь контактным или системным, лучше даже, инфектицидом, кстати, отличная новость, мне тут коллеги сообщили, что вместо окторы, которые уходят с, ну, это, наверное, самый сильный препарат, который сейчас был разрешен для ЛПХ, будет несколько препаратов, вот сейчас готовят их регистрацию, так что как только появится, я обязательно вам расскажу, то есть нужно обязательно обработать каким-то системным инфектицидом, чтобы он попал непосредственно в растение, чтобы он попал на ствол, на ветки, потому что короед, он садится на ствол, он прогрызает дырочку, уходит вглубь, и, соответственно, там зимует, потом личинка, она, соответственно, начинает делать свои ходы, пытаясь выбраться, просыпается и улетает, соответственно, весной вот как раз он прогрыз, улетел, сел на другое дерево, и вот так вот цикл повторяется. В 2010 году таких циклов было два или даже три, то есть представляете, какое количество, огромнейшее количество этих насекомых оно расплодилось, и практически все леса в Подмосковье пострадали настолько сильно, что едешь по трассам и видишь целые квадраты лесов, которые стоят сухие. Вот, так что боритесь, боритесь с короедом, боритесь у себя на участке, боритесь у соседей, боритесь в лесах на самом деле, и, конечно, я не призываю ни в коем случае спиливать деревья, потому что это, ну, во-первых, это незаконно, во-вторых, это опасно, предоставьте это МЧСникам и лесникам, но хотя бы у себя на участке, вот сейчас в первой половине мая, хотя сегодня уже 20-е число, да, сегодня уже пошла третья декада мая, но все равно хотя бы для профилактики обработайте, надеюсь, у вас все будет хорошо, ну и на будущий период обязательно поставьте себе галочку как напоминалку весной мы обрабатываем системным инсектицидом наши хвойные растения, в первую очередь ели, сосны, и в первую очередь те, которые ослаблены либо после зимы, либо после пересадки. Из жидких удобрений, опять же, тоже это не наше производство, но очень нравится мне вот этот способ внесения, когда сюда вставляется шланг, и вы как пожарный работаете по своим растениям, я думаю, что это очень понравится детям, очень прикольное средство, такое вот как в виде подачи, отличный маркетинговый ход, не надо заморачиваться с опрыскивателем, с ведрами, ребята молодцы. Ну, опять же, это жидкими удобрениями, наверное, можно подкормить один, может быть, два раза за сезон, опять же, больше не нужно. И давайте перейдем к самому вкусному, к растениям, которые я приготовил для вас. Начнем, давайте, наверное, с какая-то безумно тяжелая елка, я не знаю, в чем она посажена, такое впечатление, что тут прям чистый песок, и он еще намок. Очень интересная форма, мне очень нравятся вот такие вот ели, это ель сербская пендула, есть похожие сорта пендула брунс, она более голубоватая, есть инверса, она такая более, скажем так, растрепанная, что ли, то есть вот это ровненькая, и она таким каскадом спускается вниз, а инверса, она дает больше вот этих вот боковых ответвлений, но она в принципе тоже опускается вниз. Что интересно, вот в такой форме ели, они могут давать просто интереснейшие формы, и вы можете направлять их куда-то вверх, вбок, в горизонталь. Я видел в одном питомнике очень старое растение, и она в длину была, мне кажется, метров шесть, и это была ель фербская, тоже пендула, но она росла в горизонтальной плоскости, то есть от земли до первых веток было порядка, ну, наверное, метр, может быть, метр двадцать, а само дерево, оно располагалось горизонтально. Безумно красиво, конечно, опять же, это на любителя, но вот мне, мне очень нравятся такие деревья. Напишите, если вам тоже нравятся какие-то необычные формы. Из лиственниц, мы все прекрасно знаем нашу лиственницу обычную европейскую, но есть очень интересные формы, вот это, допустим, штамповая форма, привитая на штамп, это лиственница японская или лиственница кемпфера, это литл богл. Если брать ее в естественном, скажем так, исполнении, то это такая кочка или шляпа или шапка, а вот на штамбе она получается вот таким вот интересным кустиком. Если мы говорим сразу же, если мы говорим про обрезку, да, можжевельники, пихты, туи, лиственницы, ели, можно стричь практически в любое время. и во время начала роста, и летом даже можно обрезать, и можно укорачивать их. Очень пластичные растения, все эти растения можно стричь как угодно. Из этой лиственницы вы можете сформировать, допустим, куб, вы можете сформировать шар, и она прекрасно перенесет любую стрижку. Если мы говорим о соснах, то здесь есть особенность. Когда дойдем до сосны, я вам покажу. Еще один сорт, который очень интересен, это лиственница американская тродант. посмотрите, как она нетипична для лиственницы. То есть это скорее кустарник с небольшими приростами, она имеет голубоватую окраску, и на зиму я бы наверное все-таки рекомендовал на первые, ну не знаю, может быть пару лет ее прикрывать. В дальнейшем она должна зимовать нормально. Есть много видов лиственниц, очень интересные. Сейчас есть и голубые формы, и пирамидальные, и желтые, и извилистые. Так что вот лиственница мне кажется очень недооцененное растение, и посадите у себя на участке, и радуйтесь вот весной, когда она только-только распускается, когда стоит вот это вот облако шикарное, но мне кажется ни с чем не сравнить, очень красивое растение. Вопрос обязательно стричтую? Нет, не обязательно, но если вы хотите придать какую-то форму, если у вас допустим изгородь из туй, и там Брабант или Колумна поднялась уже на высоту 2,5 метра, вы не хотите, чтобы она куда-то уходила вверх, конечно, можно срезать, и в принципе это можно делать 2-3 раза в год, ну никаких проблем с этим нету. Опять же, ели, пихты, лиственницы, можжевельники, туи, стричь можно практически в любое время, но лучше, наверное, это все-таки делать либо весной, когда растение, если вы какие-то серьезные, скажем так, формировки делаете, лучше это делать весной, пока растение еще спит, и, конечно, если вам нужно чуть-чуть подрезать, подправить, здесь вот вот так вот шарик у меня получился с каким-то чубчиком, давайте режьте, никаких проблем с этим нету. Так, следующий сорт, он на самом деле достаточно распространенный и известный, это ель колючая Олденбург, много вот этих вот голубых сортов, они различаются и по форме кроны, и по первоначальной окраске, и различные и костер, и какой-нибудь фэт-альберт, и ну, огромный и глобоза, конечно же, глаука, глобоза, очень красивые растения, конечно же, они свою красоту имеют основную весной, молодые приросты ярко-ярко-голубого цвета, потом хвоя становится более голубоватой, просто либо сизой, и в зимнюю окраску она скорее будет даже зеленая, вообще практически все голубые формы, они летом, они зимой, они зимой приобретают ну, такую, либо грязно-сизовую окраску, либо зеленую, это связано с наличием хлорофила, то есть в молодых приростах там есть разные типы хлорофила, вот, по-моему, хлорофилл А, он дает именно такую яркую-яркую окраску, сохраните эфир, пожалуйста, обязательно сохраним. Следующее растение, которое я, следующая туя, которую я могу вам порекомендовать, это сорт Макс, достаточно новый сорт, и не так он распространен у нас, это компактная туя, как видите, это вертикальная колонна, высотой он вырастает порядка, ну, где-то в десятилетнем возрасте, это примерно полтора метра, не требует никакой стрижки, и в качестве такого растения солитерного, или в группе в какой-то, он будет смотреться очень хорошо, очень интересная туя, такая зеленовато- зеленовато- желтая, естественно, молодые приросты у нее немножко желтоватые, из небольших растений, которые вот у нас есть в маленьких горшочках, это туя западная аурея нана, действительно, ранней весной она такого салатого желтого цвета, очень красивая, будет яйцевидной формы, опять же, тоже ее можно стричь, и само растение можно держать в высоте где-то метр двадцать. Еще одна туя, сейчас она прям малюточка-малюточка, Waterfield, я видел взрослые растения, очень хорошо выглядит, она достаточно компактная, она имеет такую округло-яйцевидную форму, высотой, ну, где-то, опять же, в десятилетнем возрасте, она порядка 60 см, 80 см, и сорт очень плотный, очень компактный, очень хорошо растет в наших условиях. таких экзотов, экзотов, так, можжевельники или, давайте начнем с кипарисовиков. Кипарисовик Лавсена Элвуди и кипарисовик Лавсена Элвуди Пилар. Один голубоватый, второй зелененький, вот это вот Элвуди Пилар, он более вертикальный и более компактный. Кипарисовики, конечно, не очень хорошо зимуют у нас, но, по крайней мере, не всегда в условиях Московской области зимуют без проблем, поэтому на зиму их, конечно, нужно обязательно прикрывать. Тоже очень интересный кипарисовик горохоплодный это Baby Blue сизые хвоя компактный и зимой он, точнее, поздней осенью и зимой, соответственно, он окрашивается в такой розоватый цвет и как несколько растений, вот микробиота, про которую я говорил, можжевельник Андорра компакта, вот этот вот кипарисовик Baby Blue и есть еще один сорт Boulevard, эти кипарисовики очень красиво смотрятся именно осенью или зимой. Несколько можжевельников я взял кажется, дождь начинается, кажется, дождь начинается, так, ну ладно, пока пока еще не сильный, потому что надо мной крыши нет, за мной есть крыша, а надо мной нет, зачем я так встал, надо было с той стороны встать, так, а что есть из пестрых сортов, и еще один вопрос был, в жарком климате какой уход нужен в летнее время туям, так, если говорить про жаркий климат, то я бы, наверное, посоветовал просто регулярный полив, потому что туи, в принципе, и, ну, вообще все хвойные конечно же, те, которые могут расти, допустим, если мы берем регион Крыма, то это сосны различные, и судакская сосна, и сосна черная, они прекрасно растут в условиях Крыма, и не требуют никакого дополнительного ухода, если говорить про туи, то тут, конечно, полив, своевременный полив, если вы проложите под своими растениями капельный полив, и он будет потихонечку капать, то никаких проблем не должно быть с растениями. Так, можжевельник китайский Стрикто, с одной стороны, я очень люблю этот сорт, с другой стороны, я его не люблю, потому что он на ярком солнце подгорает, вот, так что обязательно, если он у вас есть, или вы хотите его купить, то сажайте в полутень, а так, сорт великолепный, яйцевидной формы, и очень красивая окраска у него, практически, у этого можжевельника весной. Так, из пестрых форм, вот, что как раз у меня сейчас есть, не очень выраженная окраска, это All Gold, этот можжевельник в более взрослом состоянии, он имеет такую желтую окраску, и много вкраплений желтого, и основная окраска у него голубоватая, растет как, собственно, больше в горизонтальной плоскости, в диаметре может во взрослом состоянии достигать, ну, даже, наверное, порядка двух метров может разрастаться. Но, опять же, по периметру стригите никаких проблем. Из пестрых форм, сейчас, наверное, я здесь вам ничего не найду, но, опять же, Андорра Варегата, есть такой сорт можжевельника, он имеет белые всполохи в своей хвое, есть очень неприхватливый сорт Куревау Голд, тоже это можжевельник, он имеет такие желтые всполохи, есть несколько сортов можжевельника казацкого, тоже варегатная форма, и если говорить про сосны, то незимующая у нас по-моему зибрина называется сорт хвоя очень длинная, она где-то сантиметров наверное 25 и она имеет такую пеструю окраску, если говорить про пихты, ну, не знаю, можно ли считать вот этот сорт пестрым, но это видите оборотная сторона, то есть все хвоинки этого сорта закрученные и показывают свою оборотную сторону, он становится бело-голубым, это Кагоутс айсбрейкер, ледокол Кагоута, одно время мы поставляли покупали растения у селекционера, это немецкий селекционер, вот вывел такой прекрасный сорт, он достаточно дорогой и он очень медленно скажем так размножается, но очень очень красивый, это пихта корейская, зимует у нас ну в принципе неплохо, неплохо, и это очень компактный сорт, вот видите этому растению мне кажется лет 5, в диаметре он порядка 30 сантиметров и растет видите во все стороны, очень красивый сорт, есть похожий сорт сельберлоки, но у него вот эти вот хвоинки они скажем так более раскрытые, здесь прям как видите полностью они вывернуты наизнанку и зеленого цвета практически нет из зеленых сортов пихта корейская бриллиант как видите она только только начинает просыпаться почки набухают и конечно молодые приросты будут очень очень красивыми могу тоже вот посоветовать для небольшого сада пихта корейская бриллиант отличное приобретение и хочу вам еще показать наверное тоже один сорт это можжевельник лодыри не лодырь нет он трудяга он работяга можжевельник лодыри вот видите это маленький вариант а это чуть побольше растения вот мне напоминает какой-то волшебный замок не знаю там какой-нибудь из властелина колец или из волшебника изумрудного города может быть прекрасное растение несколько башенок очень интересная хвоя у него опять же молодые приросты имеют немножко желтоватую окраску а так основная основная часть голубая и чуть было не упал не уронил и наверное в заключении вишенка на торте как же формировать сосны если пихту лиственницу елку мы можем резать как угодно и она даст побеги по всему стволу сосной такой фокус не проходит сосна закладывает почки на верхушках прошлого точнее текущего года и если вы молодой прирост обрежете вот так то расти в следующем году эта веточка уже не будет поэтому до того как молодой прирост он начинает пушиться раскрываться если вы хотите подрезать если вы хотите сформировать вашу сосну то вы должны прищепить вот именно в таком виде когда растение еще не раскрывает хвою если хвоя уже начнет раскрываться начнет расти это означает что здесь уже точка роста и почка здесь уже заложена и поэтому отщепнув ее вы в следующем году отсюда не получите приросты но если вы сделаете это сейчас вот именно в таком виде то через некоторое время здесь заложатся почки хвоя пойдет расти и здесь будет в следующем году рост но что нужно помнить если вы берете секатор да и срезаете то вы повреждаете вот эти вот хвоинки которые находятся прям рядом рядом с ростком да и эти хвоинки потом пожелтеют и ну они будут не очень хорошие не очень красивые поэтому что делают любители бонсаев и даже не любители а профессиональные бонсаи резы или мастера топиарного искусства они руками берут и каждую веточку обламывают то есть каждая каждая очень кропотливая работа если вы оставите какой-то побег выше то в следующем году из него будет более мощный росток вот поэтому конечно на маленьком растении это легко сделать обломать вот эти вот все молодые приросты и тогда ваша сосна будет более компактная на большом растении ну конечно здесь уже берется либо какой-то секатор либо берутся ножницы либо даже берется триммер ну и тут уже обрезается конечно это делается уже ну скорее для того чтобы создать какую-то действительно серьезную фигуру поэтому елки пихты можжевельники режьте как вам нравится как вам удобно и практически на любую длину на любую глубину они имеют на протяжении всего побега точки восстановления почки которые спят и они обязательно проснутся если мы говорим про сосны то вот так вот обрезать ну как можно обрезать но отсюда уже не пойдет побеги это будет не очень хорошо не очень красиво поэтому укорачиваем только молодые приросты вот однолетние вот эти вот свежие стрелки и укорачиваем ну если на участке то сделать это никаких проблем вот это вот сосна понятно что она дала прям кучу 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 побегов обычные сосны и горные и сосна обыкновенная пинус сильвестрис они дают как правило там 3-4 5 вот таких вот побегов и их прищипнуть на ту высоту которую вы хотите оставить очень просто и очень часто сосна обыкновенная дает вот эти вот свечки по 50-60 сантиметров и конечно же нам это не нужно поэтому вы видите что растение допустим выросло на 15-20 сантиметров возьмите прищипните этот побег и все у вас рост остановится и у вас будет более компактное растение ну и собственно точно так же формируют бонсай делают шапки делают направления делают какие-то побеги фигуры наверное можно посвятить тоже этому какой-нибудь эфир напишите если вам это интересно на сегодня наверное все большое спасибо что смотрели большое спасибо что задавали вопросы если у вас появляются вопросы обязательно пишите в комментариях и всем хорошего дня спасибо вам спасибо